сегодня поговорим об освещении по тайм-кодам вы можете перейти на интересующий вас момент ролика и соответственно смотреть то что вам интересно ну а я начну сначала и до самого конца то есть кому интересно можете смотреть весь ролик кому не интересно вы уже знаете что вам надо делать смотрите что касается дачного освещения ну во первых где-то два или три года назад я уже точно не помню я стал и сделал панельки свои и стал их тестировать мне очень регулярно задают вопрос относительно того почему выбран акрил почему я не выбрал обычное стекло ну то есть они смотрят там допустим панелька у меня на балконе и использован акрил и спрашивают почему необычное стекло они не следят за каналом просто посмотрели ролик но на самом деле я преследовал две цели первая цель это отсутствие хрупкости стекло хрупкое а каленое стекло найти в принципе мне кажется проще купить уже готовую панель чем искать каленое стекло и делать все эти процедуры самому вот я сделал из акрила акрил меня более чем устраивает единственный нюанс который бы я вот хотел за вот эти годы использования изменить я бы взял еще толще акрил то есть у меня там пятерка я бы наверное взял семерку почему потому что пятерка все же имеет определенный такой изгиб мне кажется большой я думаю семерка было бы куда получше и она бы ходила немножко меньше может быть даже восьмерку ну то есть это единственный нюанс но я следующую панельку которую мне это надо сделал наверно так и возьму во всем акрил меня устраивает более чем прозрачность не упала это не стекло работает панелька нормально но это лирическое отступление скажем так так вот где-то несколько там два или три года назад я и сделал и тестировал в ролике относительно теста одной панели относительно теста двух панелей есть у меня на канале можете посмотреть даже я тестировал две панели и три панели то есть мы там поставили еще большую панельку длинную колбасу и все это вместе мы тестили хотя этот тест получился не очень удачный почему потому что не было ваттметра ваттметр испортился в принципе тест это хорошо это хорошо и замечательно но опять же дома у себя там в квартире я стал переводить солнечную систему на освещение купил светодиодную ленту вот такую вот такую вот светодиодную ленту очень хорошая лента это у меня осталось на таких кусочков из 5 по моему из 6 метров сюда тоже деле светильники вот так так а 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 Даже не над филёчком, а просто вот такой насадочкой. Сейчас посмотрим, может даже такой. Так вот, эти светильники полностью покрыли второй этаж, полностью покрыли предбанник и внутренний дворик. Вот, ещё даже в сарае хватило на освещение данными светильниками. Они справляются очень хорошо. Поэтому я хотел здесь сделать что-то наподобие, что-то наподобие того, что было у меня в этом, в квартире. Потому что просто тестировать мне уже, ну как бы куда это? Это уже тесты, тесты, тестами погоняют. Нужен какой-то результат. Я очень часто и регулярно вижу... Это тоже сейчас будет небольшое лирическое отступление. Очень часто вижу то, что люди... В принципе, они правильно, конечно, делают. Если вы хотите использовать солнечное электричество, то оптимальнее его использовать, имея мощные солнечные батареи и аккумулируя столько энергии, чтобы вам хватало её отдавать в сеть. То есть вы, допустим, ставите 2-3 кВт солнечных панелей, у вас подключается счётчик, который имеет обратное вращение. И причём это обратное вращение учитывается. Ну, то есть счётчик вращается не в одну сторону, а в обе стороны. И вот это обратное вращение, оно учитывается. И, соответственно, за это обратное вращение вам либо падает какая-то копеечка, либо у вас просто идёт взаимозачёт электричества. То есть в ночное время вы используете, допустим, свою электроэнергию, а в дневное... Вернее, в ночное время вы используете горсеть, а в дневное свою сеть. Но в дневное вы настолько вырабатываете много электричества, что ночная электросеть у вас окупается. Таким образом вы можете, допустим, даже сделать себе электрическое отопление. Ну, то есть взаимозачёт пойдёт с летних месяцов. Ну, я к примеру говорю. То есть, да, это правильная система, скажем так, логичная. Потому что у вас не надо аккумуляторы. Аккумуляторы являются реально сейчас слабым звеном. Во-первых, хорошие аккумуляторы – это дорогие аккумуляторы. Это во-первых. А во-вторых, что касается дешёвых аккумуляторов, они требуют регулярности в их покупке. Поэтому рассчитывать систему с аккумуляторами – это неблагодарное дело. Поэтому те, кто делают солнечные системы с горсетью, они, конечно, правильно делают. Но есть один нюанс, который мне не нравится. Изначально всю эту альтернативную систему, которую я строил в своей жизни, я её делал не для того, чтобы экономить электроэнергию. Я её делал не для того, чтобы где-то производить взаимозачёты. Возможно, в дальнейшем я так и сделаю. Я не знаю. То есть, как бы, как у Торфимова песни есть, чтобы вы в начале пути, потом не забыли, из-за чего всё это начинали. Так и здесь получается, что у меня изначально была идея независимости. То есть, независимость – это, как бы, вершина айсберга. И с этой стороны я и рассчитываю смотреть. То есть, мне нужно, чтобы у меня, к примеру, если горсеть откажется вырубиться, допустим, не работает горсеть ночью, то что делать тогда? Что я буду делать? Я ни света не включу, я не включу ни телевизор, ни компьютер. Я ничего не включу. Потому что не работает моя солнечная панель ночью. И горсеть, допустим, не работает. Поэтому лучше я буду думать, как бы найти хорошие аккумуляторы, как бы всё это скомпилировать, соединить в единую замкнутую цепь, которая бы работала и давала мне электричество, чем я буду мутить какие-то коллаборации с горсетью. То есть, мне это незачем. Я говорю, пока на данном этапе для меня это актуальный вопрос. Именно независимая электрическая твоя собственная сеть. И не суть именно в солнечной энергии. Тут и термо, и гидро, и любая другая энергия, перпетум мобиль. Меня абсолютно всё это интересует. И зацикливаться на солнечной энергии я не собираюсь. Но что касается теперешнего нашего ролика, я решил сделать так, чтобы у нас было полностью автономное освещение. В чём преимущество освещения? В том, что оно необходимо вам ночью. То есть, если вы берёте, к примеру, и используете солнечное освещение, вернее, солнечное электричество для дня, то есть у вас питается, к примеру, ноутбук, а ноутбук может работать и днём, то, соответственно, данный ролик уже не об этом. Данный ролик исключительно об освещении. Днём освещением вы не пользуетесь. Вы используете его только ночью. Вот об этом и ролик. Смотрите. Я думал, возьму сейчас, поставлю две панельки. Я вот уже начал ставить одну панельку. Способы крепления там её мудрил. Толстый провод взял, чтобы от солнечной панели провести его сюда, домой. Вот. В общем, мудрил, короче. Вторая панель была на готове. Но, как оказалось, когда я всё подключил, когда я подключил одну панель, всю эту систему развёл по дому, сделал все светильники, установил их на места, короче, там, сделал светильники уличные. Вы знаете, что я заметил? Что в летнее время, в котором мы находимся здесь на даче, хватило одной солнечной панели. Она вырабатывала у меня, ну вот, 3 ампера стабильно. То есть 3,3,2, когда солнце на неё шпарит, она нагревается и вот отпускается до 3,3,2 ампера. Я даже видел 4 ампера. Хотя она даже по паспорту не должна вырабатывать 4 ампера. Она в токе КЗ 4 ампера не вырабатывала. А тут бывали такие моменты, когда она вырабатывала 4 ампера. То есть получается, что либо там реально присутствует какой-то MPPT-принцип, либо панелька моя как-то договор с солнцем находила и выдавала периодически даже 4 ампера, что она, в принципе, не должна была делать. И что я заметил? Что после того, как я пропользуюсь светом, абсолютно себя ничем не ограничивая во всех комнатах, я вам позже покажу, сколько света светит от вот этой всей системы. Когда я пропользуюсь светом, не ограничивая, даже я там не говорю, уходите, выключайте свет родным своим. То есть нет, пользуйтесь, вообще не парьтесь по этому поводу. На улице оставляем свет, он горит там до тех пор, пока мы спать не уйдём. В комнатах горит свет, тоже никто не парится по поводу него. Мы включаем его, он безоплатный и радуемся. Так вот, на следующий день, если будет солнечная полностью погода, то есть не пасмурная, а солнечная погода, эта вся энергия возвращалась к где-то 2 часам. Полностью возвращалась. Это заслуга панельки? Да, заслуга панельки. Это заслуга светодиодной ленты? Да, заслуга светодиодной ленты. Это заслуга всей этой системы. То есть светодиодная лента настолько экономична, что она в принципе справляется со всем. Потом солнечная панель хватает по мощности? Хватает по мощности. Аккумулятор всё это принимает и отдаёт? Да, всё принимает и отдаёт. Всё это хватает. То есть, если вы хотите себе сделать свет в дачном домике, ну, исключительно свет, я говорю именно о свете. Причем, смотрите, я сова, я ложусь очень поздно. Есть люди, которые ложатся там в 10 часов. Соответственно, вам этой панели хватит за глаза и не только на освещение. Причем я вам покажу, сколько у меня было света. У меня раз, два, три, четыре, пять, шесть комнат освещалось. Ну, из которых две комнатки, такие комнатушечки и четыре комнаты, можно сказать, освещалось. На первом этаже я освещение солнечное не делал. Почему? Потому что там проводка проведена через, ну, штукатурку и тому подобные вещи. Здесь все идет из дерева. Будучи монтажником, высотником, я все это там проводил, эти провода, мудрил там, короче. Сам факт, что здесь проводку было проводить легче. А на первом этаже я уже думаю, ну, если все будет хорошо, я уже, может быть, в следующем году. И еще на нижние этажи сделаю такое освещение. На, дай вот эту вот штучку. Вот эту. Чуть еще, ослабь чуть-чуть. Ага. Держи ее. Держи ее. Еще раз. Так, ну, это есть. Это вот у меня прямо тут. Помимо того, что освещается бесплатно у нас домик, еще от этой солнечной системы я использую две зарядки. Одна ИМАКС и вторая ОПУС. ОПУС у меня заряжает аккумуляторы литиевые и налобный АА аккумулятор. А ИМАКС у меня заряжает шуруповерт с переделанными аккумуляторами. Заряжает светодиодные ленты. И заряжает... Я тут занимался восстановлением аккумулятора мотоцикла. И вот тоже он у меня заряжал этот аккумулятор мотоцикла. То есть, смотрите. Помимо того, что у вас только свет, еще часть энергии уходит на зарядку. Причем, довольно-таки нормальная часть. И я думаю, абсолютно без проблем. Я просто не делал разводку эту. Надо будет вывести сюда этот самый USB. Ну, вот сюда куда-нибудь. Можно смело заряжать планшет. Можно смело заряжать несколько телефонов. Вот. И, возможно, даже питать нетбук. Все это от этой системы. Ну, я говорю это про себя. Учитывая то, что я сова, и я использую много света. Да. Мне нужно в летнее время. Еще раз говорю. Это в летнее время. Во время дачного сезона. Хватает одной панели, одного аккумулятора. И все это у меня подключено без инвертора. Напрямую от аккумулятора. Все это работает, в принципе, без проблем. Дальше я вам покажу, как у меня все это подключено. 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 Дальше я вам покажу, как все это у меня подключено. Покажу, как у меня, что где светится. То есть, насколько ярко. Причем, делайте поправку на то, что глаза наши более лучше подстраиваются под освещение. Камера, она видит, допустим, яркий свет и сразу же начинает затенять изображение. То есть, где-то, возможно, глазами было бы ярче. Где-то, возможно, тусклее. Потому что, ну, бывают разные режимы съемки. Так, ну, вот у меня получается. Такая вот штука. И теперь мы его сейчас сюда прикрутим. Отверстие просверлим. И прикрутим, и будет вот такое светильничек. Как, как и вот этот мы уже прикрутили. Вот этот светильничек мы прикрутили. Вот. Пожалуйста, 12-ти вольтовый светильник. Уже есть. Я достаю спокойно. Жена достает до выключателя спокойно. Мишка достает, когда встает на кровати. То есть, в принципе, все нормально. Ну и также мы не оставляем, точнее, не отключаем обычные 220 вольт. Поэтому, я думаю, проблем не будет с освещением данной комнаты. Как 220, так и 12 вольт. Настольный светильничек готов. Сейчас мы его прикрутим как-то так вот. Вымерю. Чтобы ровненько было. Ну, шурупчики побольше. Продолжение следует. Вот так, в принципе, светится мое уличное освещение. В предбаннике и под накрытием везде альтернативный свет. На втором этаже светится только настольная лампа возле компьютера. А ты сделала две или три? Две. Так у меня не будет ночи. Можно было, в принципе, одно просто испечь. Слышишь? Можно было... Осталось тесто не? Да. А, ты их распределила уже на две, да? Ну да. Можно было еще с одной булочки сделать. Сильно много получается теста. Вот так светит. Полностью все видно. Я его хотел сперва вот сюда закрепить. Вот. Ну, в принципе, так себе прикинули. И здесь хорошо. Причем просто поставили и все, все видно. У нас гости приходили. Мы спокойно общались, играли. Фотки рассматривали. То есть, вообще все хорошо видно. Вот такой вот светильник у нас получился. Главное, бесплатно светит. Светит от солнечной энергии. Вот такой светит тоже довольно верно. Все видно. Даже тут цветочки. Всякие разные. Но мне любительница всяких цветочков. Вот. И как раз там, где мы с вами проводили провод, к этому проводу подсоединен и этот светильник. И также к этому проводу подсоединен и вот этот светильник. Вот на втором этаже начинает нас встречать этот светильник, который светится как ночничок все время. Здесь на ступеньках. И дальше. И дальше вот основной свет. Вот мой компьютерный свет. Вот рабочая зона. Вот у меня здесь всякие причиндалы лежат. И здесь тоже есть свет. И вот здесь полки. И свет на каждую полку. Здесь аккумулятор. И так без света. И вот в комнате свет. Все видно. Все хорошо освещает. Свет от светильника. Аналог 100-ваттной лампы. Кошка тут довольна. Жулик, тебе нравится этот? Жузик. Тебе нравится? Светильник наш нравится? Отстанет меня. Скажу, отстанет меня. Ты где уже лазила? Вот так выглядят светильники оба. Когда включены. То в моей комнатке. Ну то есть там где у меня кабинетик. Мини кабинет. А это вот спальня наша. То есть освещения хватает более чем. Освещения полностью хватает. От этой маленькой панельки абсолютно хватает освещения. Кому надо осветить дачный домик? Еще раз итог. Одна панель. Ну вот в моем случае. Одна панель. 3 ампера. Ну сколько это? 70 ватт. Одна панель из 70 ватт. Контроллер заряда. В принципе для 70 ваттной панели. Ну обычного ПВМ контроллера, который бы отключал заряд на 14 вольт. Более чем. Аккумулятор у меня. Обычный автомобильный хороший аккумулятор на 70 ампер час. Ну все. А, ну и светодиодная лента. Как я делал светильники? Я покажу в отдельном ролике. Светильники, которые я делал. В этом ролике я так и вкратце затронул. А в другом ролике я покажу, как я делал эти светильники. То есть вы уже, конечно, выбираете себе с этой светодиодной ленты что хотите. Ну то есть куда хотите их клеить. И главное им, чтобы они охлаждались. Кстати, один нюанс еще скажу относительно вот этих светодиодных лент. У меня конец заряда на аккумуляторе это примерно 14,1 вольта. Но это 14,1 вольта это днем. Соответственно днем мы свет не включаем. Но я днем включаю, у меня есть где я складываю всякие вещи. Там я включаю днем свет. Иногда днем включаю свет, ну вот здесь вот, типа как здесь. Но здесь очень хороший радиатор, уголок этот. И он справляется полностью с тем, чтобы тепло солнечной, вернее, тепло светодиодной ленты рассеивать. Вот это ключевой момент. То есть вы ищите профиль такой, который бы не просто имел размер данной светодиодной ленты, и вы заклеили эту ленту, и она просто там держалась, имела некую жесткость. Нет, вы рассчитываете на то, сколько она там будет светить. То есть вы давайте какой-то определенный запас. Потому что при 14 или 13,5 вольтах все довольно-таки сильно нагревается. То есть тепло от этих светодиодов идет колоссальное. Поэтому тепловой вот этот вот промежуток вы тоже должны рассчитывать. Я, в свою очередь, делал довольно-таки хороший запас на тепло. Вот даже я вам сейчас покажу. Вот у меня светодиодная вот эта лента. И вот смотрите, какая лента и какой у нее идет огромный... Сейчас даже ближе покажу. А вот у нее какой огромный профиль. Так я вам скажу, что когда на аккумуляторе... Сейчас у меня 12,2. Идет 0,8 ампера. 0,7. Потому что погода у нас даже нету. Это, кстати, все от одной панели. Даже нету тени. То есть тень даже спряталась. Вот такое вот у нас небо. Но сейчас у нас солнце не видно. Так вот. Когда у нас здесь 13 где-то вольт, то вот эти вот штуки нагреваются очень сильно. Рука терпит, конечно. Значит, это до 70 градусов. Но, тем не менее, очень горячо. Хотя профиль, смотрите, какой здоровый. Вот. Но в ночное время данный светильник работает вообще без проблем. Потому что у меня солнечная батарея уже не вырабатывает никакого тока. А аккумулятор просаживается где-то до 12,8. То есть при 12,8 он уже не нагревается вот эти вот штуки сильно. Еще один нюанс, который я хотел сказать. Что даже если вы, к примеру, ну, вам нужен ноутбук, вам нужен компьютер, телевизор. Ну, в общем, если вам нужно помимо освещения еще что-то. Компьютер, телевизор, ноутбук, что угодно там. Радио какое-то. Ну, радио это, конечно, фигня. Компьютер, телевизор, ноутбук. Ну, инструменты какие-то. То я думаю, лучше сделать двойную систему. То есть вы ставите там, к примеру, 5 панелек, да? Из них одну панельку вы и один аккумулятор просто проводите на свет. И остальные 4 панельки уже на другие хозяйственные нужды. То есть получается у вас замкнутая система освещения. У вас свет всегда будет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok